Нет, наверное, пока в эту программу нет, а вот именно обжим, то есть пробойник там отчитываться, в общем-то, не о чем говорить, пробил отверстие в любом случае, а обжим, значит, его можно не дожать, ну, в общем, не пережать, ну, пережать вряд ли получится, ну, тоже как вариант, я не знаю. Вообще, в основном, вот эта функция сделана как раз для этого, то есть получается, что человек доказывает свою работу выполненную, то есть человек сделал какую-то работу, проезжает, подключает машинку к компьютеру, она выдает инструментальный отчет, она покажет, выставляется там период, то есть дата, там время и так далее. Дальше, еще, 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 еще. А обжимники тоже выйдут и вышли? Они выходят, сейчас они появятся летом, то есть они выходят, сейчас пока вот в России они не доступны. По-моему, начиная, начиная, начиная Англия, по-моему, сейчас до России это летом дойдет. Потому что вот, которые есть на рынке, они либо очень дорогие, которые качественные, правильно, вот всякие хаупы, да, клауки занимаются, да, либо очень это, некачественные китайские. Не, мелоки, если касаемо обжимников, то есть, которые клеммы электрические обжимают, там все стандартное, то есть они работают со стандартными штампами, то есть, в принципе, общедоступными на рынке. Но у нас нет, пока нет. Пока у нас это недоступно. Значит, ну, про инвентарный учет расскажу, значит, там изначально, как это все происходит, значит, на сайте мелоки России, соответственно, человек регистрируется, создает свою учетную запись, заходит в свой аккаунт, и, значит, там есть несколько вариантов по заполнению. То есть, либо это напрямую прям заносится через формулу непосредственно на сайте, либо выгружается форма в Excel, в Excel все это заполняется, и загоняется обратно, то есть форма все это автоматом подстанавливается. Он-то может в любой момент времени поспокупить сделать, его тоже 30 дней нужно поспокупить? В любой момент абсолютно, это его личное дело, то есть, это его личный аккаунт, кроме него туда никто не зайдет. Значит, хранится это все, опять же-таки, не у него на компьютере, а в облаке, на удаленном сервере, и все защищенное. То есть, в принципе, никто туда попасть не может, как бы, то есть, кроме владельца вот этого аккаунта. То есть, аккаунт, пароль, все. Если человек пароля не знает, он просто не попадет туда, как бы, в эту программу. А если он забыл? Ну, есть такая функция, как восстановление пароля. Сейчас это все очень просто делается, в общем-то, все привязывается к почтам, к телефонам и так далее. Значит, что может храниться в этом списке? Значит, в этом списке может храниться любое оборудование любого производителя. То есть, это не обязательно, там, не он, инструмент, мелоки. Это может быть какое угодно производитель, и какое угодно оборудование, вплоть до стремянки. Значит, для чего это делается? Делается это непосредственно для того, чтобы человек знал, где, что у него работает. Ну, в частности, вот, бригадир. Там, допустим, человек пришел к нему, рабочий, сказал, у меня это шуруповерт, бетономешалка, стремянку и так далее. Значит, в этой форме указывается локация. Локация, во-первых, то есть, допустим, это строительный объект, там, на улице Ленина. Значит, есть локация, то есть, он указывает, что у него строительный объект на улице Ленина. Есть пользователь, то есть, человек, который у него это все берет. Он тоже его заводит, там, соответственно, там, Василий Иванович, как бы. Значит, вот Василий Иванович взял стремянку, шуруповерт, бетономешалку и уехал на объект на улице Ленина. Да. То есть, все это у него, вся информация хранится. Соответственно, человек знает, где у него инструмент работает, кому он его выдал и так далее. То есть, все гораздо проще, чем все это обычно у них происходит. Значит, плюс еще какой. Инструмент, в общем-то, не теряется. Как бы, то есть... Есть, есть... Ну, ноги выросли, ушел, поглядел. Не, ну да. Кому отдал, когда отдал, зачем отдал. Ну, понятно, да. Значит, есть ученые... Я думал, может, есть какие-то программы, где видно, как... Мы не будем забегать вперед. Сейчас слушайте, значит. Дальше, плюс, есть такое понятие, как статус инструмента. То есть, есть статус. Есть статус, допустим, что инструмент, доступный для работы. То есть, ну, это обычный инструмент, который лежит там на складе, ждет своего часа. То есть, его спокойно можно выдать, там, отдать и работать. Есть статусы такие, как похищенный инструмент. То есть, инструмент пропал куда-то, в общем-то, и ушел бесследно. Есть статусы, допустим, ну, бывают такие моменты, что взяли инструмент, сломался инструмент, отправили в ремонт, и про него просто забыли. То есть, ну, такое тоже бывает. Здесь ставится, что статус, что инструмент в ремонте, ну, и, в общем-то, уехал в сервис, как бы, на ремонте. Это позволяет, опять же-таки, планировать человеку закупки инструмента. То есть, в принципе, он понимает реально свой парк инструментов, не хватает, сколько ему еще надо. То есть, опять же-таки, позволяет не перезатарить ему свой склад, чтобы потом он там горами не лежал. Это экономия средств для него и так далее. Вот, в принципе, функция инвентарного учета. То есть, это все на компьютере у непосредственно человека, который создает себе этот аккаунт. И он все это, в общем-то, и ведет. Опять же-таки, повторюсь, никто, кроме него, этот аккаунт не попадет. А вопрос. А вот на этот аккаунт он сколько угодно может в модели инструмента добавить в системе? Инструмент он туда может запихать неограниченное количество. В общем-то, все, что у него есть, я говорю, вот, вплоть до стремянных бетономешалок, он все может поместить в эту форму и, в общем-то, вести весь учет. Вопрос. По похищенному инструменту, если он где-то возникает, блокировка стоит на нем, он включит его, допустим, похититель, да, может воспользоваться этим инструментом? Или без вмешательства там электроники? Нет, никаких блокировок нет, в общем-то, нет. Вот, смотрите, если вы, если мы сейчас разговариваем про инвентарный учет, то там он ничего не видит, кроме локации. То есть у него просто стоит в статусе локации, что он находится на таком-то объекте. Либо на объекте? Пока он его сам не поменяет, этот статус локации, ничего не изменится в этом статусе. Значит, дальше, один из самых интересных моментов, это как раз настройка инструмента непосредственно через приложение в смартфоне. Значит, вот сразу, что хотелось бы отметить, что все программы, которые используются для пользователя, абсолютно бесплатные. То есть регистрация на сайте, значит, дальнейшее обслуживание, никаких средств и трат не требуют от владельца. То же самое с приложением смартфона. То есть приложение скачивается абсолютно бесплатно и работает абсолютно бесплатно. То есть кроме покупки инструмента OneKey, в дальнейшем от пользователя никаких раз не потребуется. А вот вопрос, а на компьютере тот часа делает, или может программу скачать и на компьютере заработать? Как же приложение? Нет. Она работает только через облако. На компьютере? А, через облако. Через облако. Через облако и непосредственно на сайте Miloki. То есть на сайте Miloki висит ссылка, то есть на логин, пароль. Ты бы как бы, да, просто переходишь с сайта в логин, пароль, и все. Все удаленки. Да. Значит, ну как я уже говорил, что в принципе приложение устанавливается. Единственное, на данный момент пока все это будет обновляться, в ближайшее время, возможно, то есть будут добавляться не со всеми телевизорными смартфонами пока работает. То есть на топовых iOS и Android работает уже приложение вполне. Ну, тут сразу будет понятно, то есть когда приложение планируется к установке в смартфон, оно сразу говорит, будет оно работать с этим смартфоном, либо нет. То есть поставить его просто не получится. Со смартфона с Аджио можно все посмотреть, да, там, счет. Да, все, все то же самое. То есть в принципе установлено приложение, то есть мы активируем двутушку в телефоне, заходим в приложение. Сейчас приложение загружается. Вот есть такой инвентарный список, такой режим. То есть вот в принципе мачта, вот мелоки, мачта освещения у меня указываются, винтоверты, гайковерты. Вот весь мой список, ну, образный список моего оборудования, которое я использую. То есть вот вплоть до пылесоса. Так, а есть ли какая-то там, какая-то поломка показывает, вот. Ну, в смысле, какая поломка? Которую я сам занес. А, только сам. А, если там вот, ну, что-то сломалось, он-то. Здесь подобная информация, то есть идет по локации, то есть заносится, ну, то есть модель инструмента, серийный номер инструмента, локация. То есть у меня вот он находится в доме автомобиля. Все. Вид деятельности не определен. Но это все вручное. Лицо не определено, потому что это все вручное. Ой, варианты статуса. Локация. Или можно их добавлять самому? Их вы добавляете сами. То есть там есть такая вещь, там плюсик, просто вы добавляете локацию. Какой угодно объект, это уже вы вольны там сами, в общем-то, создавать. Значит, дальше, как работает инструмент совместимый с Ванхи? Значит, мы ищем, активируем, во-первых, режим на самом инструменте. А они должны быть то с квадрусовыми вещами, я понимаю, да? Режим на... Заканнептиксы должны быть. Ну, лобой зуб. У шуруповерта, именно, если мы берем шуруповерт, то это два места, в котором надо совместить беспроводную связь режимы. Значит, это на самой муфте и на панельке над аккумулятором. У ударников, то есть у импактов, у них, в общем-то, это одно место. Это вот эта панель. Просто других режимов нету, да. Других режимов у него нет. Таким образом. Значит, ищем ближайшее устройство в приложении. То есть вот он видит шуруповерт. Это М18, Ван. Ну, все Ванки инструменты, они маркируются изначально Ван, а потом ДД, да. То есть вот, кстати говоря, приложение. Приложение видит и неактивные машины. То есть машина, которая лежит без аккумулятора, все равно видна для этого приложения. Это очень круто. Входим в эту машину. А что он только один видит? Второй он не видит? Он неактивный. Как неактивный? Вот. Не, он сейчас увидит, сейчас это постепенно будет подгружаться, он все увидит. Он неактивный тоже видит. Видит, а ты вижу, что... Значит, появляется фотография, автоматом подгружается, если это оборудование Милоки, автоматом подгружается фотография, значит, и несколько функций у этого приложения. Учет, управление, да? Да. Значит, управление инструментом непосредственно. Входим в управление инструментом. Значит, для шуруповерта высокая и низкая скорость, это вот эти передачи. Вот для шуруповерта это приходится учитывать при настройках, потому что переключение происходит механически. Соответственно, если он стоит в первой передаче, то мы и ставим первую передачу при настройках. Соответственно, вот максимальные обороты для первой передачи, это у него 525 оборотов в минуту. Вот, кстати, для шуруповерта какое основное отличие? То есть, это абсолютно аналогичная машина практически, это FDD-шки, 135 ньютонов и там, и там. То есть, это та же самая машина, но муфта в этой машине электронная. То есть, там стандартный редуктор планетарка, здесь электронная муфта, поскольку она может менять моментные характеристики. А с системой OneKey уже идут все с Foil-2 дышками, дышками двигателями, да? Да, да. То есть, это стандартная FDD-машина, но с электронной муфтой и с электроникой OneKey. Значит, вот они, значит, четыре режима, то есть, это, которые сохраняются вот здесь на панельке. Значит, в памяти машины хранятся четыре пользовательские настройки. То есть, вот эти четыре режима хранятся в памяти непосредственно инструмента, которые вы настраиваете через приложение. Значит, профилей, то есть, этих настроек, может быть, опять же-таки, сколько угодно. Вы делаете какую-то задачу, запоминаете ее как профиль в телефоне. Потом включаете цифру и все. Ну, это про настройки, да. А по профилям, значит, их может быть сколько угодно. Допустим, какая-то определенная работа, вы ее как-то обзываете, она хранится, опять же-таки, в облаке. И, соответственно, это, значит, ну, здесь управление профилями. То есть, вы ее как-то обзываете и она хранится. То есть, потом вы из памяти можете достать в любой момент этот профиль и установить его на машину, когда эта работа снова повторится. Значит, ну, как работают настройки. Значит, ну, допустим, первый режим мы выбираем. Сейчас стоит максимально, смотрите, значит, 525 оборотов для первой передачи. Дальше берем полозок и убираем его. Вот он сейчас прогружается на 126 оборотов в минуту. То есть, все это полозком правильно, то есть, плавно регулируется. Раскачек врет. То есть, в принципе, вот, можем плавно выбрать. Обороты показываются при этом, какие он выдает. То есть, вот в белом, вот в этом окошечке показываются обороты, которые он выдает, на которые он настроен. Если вы подобрали удачно, вас устраивает, нажимаем кнопку сохранить, вот эту, то есть, как-то его обзываем здесь в поле, в общем-то, и нажимаем сохранить. То есть, вот профиль сохраняется. Такой профиль у вас уже существует. То есть, работу вы эту как-то обозвали и спокойно потом можете ее достать и установить на машину. А во время работы можно менять обороты или нет только? Нет, во время работы нет, он прогружается. Ну, вот кто-то сверлит, и раз им оборотов поменьше. Ну, вот, не... Именно в процессе работы нет, не изменится ничего. А, значит, ну, в шуруповер, кстати говоря, помимо смарт-режима, в общем-то, можно вытекать как обычный шуруповер. То есть, обычный режим сверления и заворачивания шурупов у него тоже есть. То есть, там стоят заводские настройки. Ну, при выключении этого режима просто. При выключении этого режима, да, он уйдет в обычные настройки для шуруповерта. Значит, ну, при включении он автоматом подгружается. Это нормально. Значит, ну, вот основное применение, да, для чего это применяется. То есть, в принципе, дальше здесь регулируются ступенчато моментные характеристики, то есть, которые можно будет подобрать. То есть, выбираем ступень, набираем ее цифру, то есть, это удаляем, допустим, ну, там пятая ступень. Готово. Все, это уже по крутящему моменту, то есть, это по отключению электронной мофты. Момент. Дальше, также опции расширенные, значит, ну, пока немножко перевод, работаем над этим. Значит, повышение характеристик при пуске. Это момент разгона, начальная скорость, так называется. То есть, либо она отсутствует вообще, то есть, нажали кнопку, либо он будет разгоняться, то есть, какое-то время. То есть, вот, в принципе, сейчас мы прогрузим. Как плавный пуск, что ли? Да, оно подождет. Ой, видите, он разгоняет. То есть, это для засверливания сделано. Дальше, вы можете отрегулировать все, вплоть до подсветки. То есть, длительность подсветки регулируется. Мощность, яркость подсветки регулируется, вплоть до того, что ее можно просто выключить. Выключаем подсветку, если она не нужна. А, вот он сработал, да? Все, и она больше не включится. Пока вы ее обратно не включите. И можно установить, на каких режимах работа она где нужна, подсветка? Ну, может быть, она где-то не требуется. Может, мешает кому-то. То есть, в принципе, отключить это можно. Потому что на обычном шуруповерте этого не сделать. Подсветку там не выключить. А я правильно понял, насколько мне рассказывали, что первый режим, вот это, да? Ну, говорят, там у тебя постоянно идет 4 режима работы. Первый режим, там, ты коронка, 35-й, селешь, да? Ну, что он там по дереву. Ты выбираешь там тип материала, или это не дошли еще? Бежите вперед, как бы, давайте по плану, значит. Здесь с этим мы, значит, разобрались. Значит, есть такая функция, ну, я говорю, с переводом, отверстие. Здесь есть выбор характеристик по коронке. Допустим, вот биметаллической. Объясню потом, для чего это применять. Значит, вы выбираете биметаллическую коронку, диаметр коронки. То есть, вот, в частности, допустим, мы ставим с вами, ну, 57-ю. Вот здесь материал вы выбираете. Ну, допустим, алюминий. Вот он автоматом подставляет характеристики. То есть, скоростные для этой коронки. Для биметаллической коронки это очень важный параметр. Обороты. Обороты, соответственно, да. То есть, тут какая выгода заключается в этом? Значит, первое, вы, ну, первое, не столь важное, вы экономите заряд аккумулятора машины. Машина работает с нужными характеристиками. Ресурсы. Второй момент, ресурс. Ресурс напрямую. Инструмент как основного, так и самой коронки. Так и самого расходного материала. Коронка просто дольше отработает. Биметаллическая коронка довольно дорогостоящий инструмент. И, в общем-то, экономия в его расходе, это довольно серьезный аргумент в этом вопросе. А коронки, диаметр, коронки выбирать там максимально до этого, да? Сколько отверт? Там, ну, говорят. Здесь есть, где-то. Ну, 152 здесь максимально. Пока я говорю, все это будет обновляться, будут добавляться материалы. Диаметр коронки учитывается, ну, характеристиками. Например, ну, 152 это максимальная, которая, можно сюда поставить коронку, да, и просверлить отверстие. Да. Ну, не дальше. Ну, больше на шуруповерт, в частности, вот мы, это же сейчас программа для шуруповерта. Шуруповерт больше, вряд ли, потянет. Ну, можно, конечно, попробовать. Ну, есть ограничения, чтобы... Да, конечно. Вот они как раз в управлении профилями, то есть, в принципе, все ваши настройки, которые вы создавали, они хранятся. То есть, в любой момент вы можете их вызвать, то есть, и установить на машину. Более того, то есть, если вы единожды создали вот эти режимы, допустим, да, подходящие для какой-то определенной работы, и у вас есть еще точно такие же машины, которые должны работать в этих же режимах, то есть, не надо будет каждую машину настраивать, достаточно на каждую прогрузить его. То есть, настройки, настройки транслируются на другие машины подобные. Какие-то обучающие презентации по этой программе есть? Для обучающие презентации? Ну, чтобы клиенту, ну, вот, отправил, он посмотрел, хотя бы приблизительно понял, интересно им это или нет. Такое обучающие видео? Есть. Значит, есть также для инструмента, это, так называемая функция, вот, показать детали инструмента. Что значит в этой функции? Сейчас, секунду, прогрузится. Значит, вот на прошлой неделе буквально появилось такое обновление. Значит, это метка инструмента, как потерянного. Значит, помечаем инструмент, как потерянный, и он показывает его локацию. То есть, ну, это, сейчас он прогрузится. Где он замечен был последний раз, да? Где он его видит? А, где он сейчас? Где он его видит, как бы, то есть, ну, это прогружается. Last sin. Где он последний раз выходил на какую-то, я, к сожалению, не могу сказать, как это работает. В общем-то, вот машина где-то здесь, в радиусе 30 метров, с точностью до 30 метров. Вот, опять же-таки, надо будет чуть подождать. Когда мы его, значит, помечаем как похищенный инструмент, соответственно, через какое-то определенное время, после того, как он где-то там нашелся, он присылает сообщение на почту, что этот инструмент найден, заходим в приложение, видим его где он. То есть, я так понимаю, это работает только тогда, когда включено приложение определенное, с другого телефона, допустим. Не, когда ты статус поставил или как? Нет, нет, нет. Сам инструмент вставляет. Сам. Виден. Сам, грубо говоря, я его украл, пришел домой, аккумулятор включил, он показывает, что он у меня дома. Вам даже не надо аккумулятор у него вставлять, он видит его и без аккумулятора. Каким образом? Да. Я не могу вам сказать. Секрет. Чип-чип там стоит инструмент, чип-эвый, GPS? Ну, автономный, батарея. И GPS в том числе. А за счет чего он работает, если без аккумулятора? Я бы мог понять, если бы это было, когда загружаешь, погружаешь опять же через другой. Нет, мы проводили опыты, в том числе и GPS. Значит, не вставляя аккумулятор, к чему-то он подцепляется, возможно, что у моего коллеги, может быть, приложение стояло, но это тоже непроверенная информация пока, к чему-то он подцепляется и выходит на связь. Логично было, если бы кто-то где-то в другом месте включил его, подцепляясь, и сразу это было бы информация в облако. Было бы логично, но на данный момент, когда мы проверяли, то есть к нему мы не подключались. Тем более, что, в принципе, подключиться, чтобы его настроить, надо, чтобы он был активный с аккумулятором. Ну да. А он лежит в машине в багажнике. Тем более, даже сейчас он увидел же два инструмента эти, которые неактивные. Да, неактивные инструменты. Что они есть здесь. Здесь, в химках у нас. Нет, вот он сейчас включил, вот этот инструмент он видит, а вот эти два, эти такие бледные, неактивные. Если я сейчас те инструменты отмечу как похищенные, через какое-то время мне придет сообщение, что они здесь. Ну, я, скорее всего, просто к этому моменту успею уехать. Хотя бы круг поиска уже сузил. Где бассейн с вами, да. Да. Ну, в принципе, понять можно, где инструмент находится. И опять же таки, человек, знающий о том, что машина имеет метки, скорее всего, уже не передумает ее практикой. У нас он постоянно отмечает, где машина стоит. В машине аккумулятор стоит. Ты его снимаешь и сразу последняя метка только выдает. Нет, слушайте, элемент питания в машине есть. В этой машине есть. Потому что, если там не будет элемента питания, он просто тупо не сможет сохранить настройки. Элемент питания обязательно в машине есть. То есть тут на сколько хватит его без аккумулятора? Нет таких? Ну, он тебе не будет год сжать из аккумулятора инструмент. Кто знает. Нет, постоянно аккумулятор. Вопрос именно по потерянному, похищенному там или... Ну, если он его похитил, и специально аккумулятор не вставляет, да? У кого стоит в ключах от автомобиля 3-х вольтовая литиевая батарейка? Кто знает? У меня тут. Ну, у меня не... Скорее всего, у всех. У всех, у кого центральный замок, у кого иммобилайзер, у всех стоит 3-х вольтовая литиевая батарейка. Кто-нибудь когда-нибудь ее менял? Я лично у себя в машине за 5 лет ее ни разу не менял. 3-х вольтовая литиевая батарейка. Ну, да. Она же тем более только сигналы посылает, но она вообще не нарушается. Ну, в принципе, нет. Там буквально поддержание памяти для настроек. У нее энергопотребление у нее минимальное. Плюс, может, она подзаряжается, да? Аккумулятор стоит, когда, скорее всего, она подзаряжается. В принципе, тоже такое возможно. Просто ее этом искать. Ну, даже если... Зачем тебе искать ее? Слушайте, где ее искать? Зачем вам ее искать? Есть на это сервисный центр. Отнесли машину в сервисный центр, там найду. Не, если она вся эта батарейка. Просто и говорит, потому что она заряжается. Нет, ну, да, рядыш, видишь, что за 5 лет там... Ну, я говорю, в ключах он используется. Ну, смотри, те же самые часы G-Shock, они дают гарантию 10 лет на батарейку. Опять же, да. Вот тебе 10 лет понимаешь, что уже 10-е поколение QL-15 будет, да, уже. Она переживет этот инструмент, этот батарейку. А ванки, получается, система будет только на импульс? Значит, на данный момент существует 5 машинок ванки. Ну, это прям вот первые, которые в феврале появились. Значит, это два вида шуруповертов. Ударный, безударный. Два вида гайковертов, это с посадкой с разным, с инфекционным кольцом и спином. И айдишка винтовер. На данный момент пока. То есть я так думаю, что она, естественно, будет пополняться. Они пока пробный вопрос сделали, да? Протестируют, да, как она. Естественно, сейчас это все обкатывается. Я говорю, постоянно сваливаются обновления. То есть, я говорю, вот локация свалилась на прошлой неделе. Мы вообще думали, что это возможно только при обновлении вообще модельного ряда. Что там какой-то датчик у него запихают или еще что-то. Потому что первый вопрос сразу, как только там связь со смартфоном, все сразу. Причем это даже не русские. Вот в Германии мы когда были, то есть это европейцы задают этот вопрос первым. А как быть с похищенным инструментом? Потому что первый вопрос настройки, как бы можно ли этот инструмент найти? Вот мы сделали возможным, запустили локацию. Нет, тут уже это, уже человек, который будет выдавать инструмент, скажет, вот здесь есть все это, вся информация, если ты украдешь там, не скроешься нигде. Кнопку самоуничтожения. Человек уже, человек с присущими ссылками будет уже думать, это брать его или нет. Красть его или нет. Пойдет, купит. Ну, в общем-то. Я говорю, ну тут уже, да, если человек будет знать, что у этой машины, эта машина способна сама себя найти, вряд ли кто-то будет брать такую машину. Ну вот мне кажется, все равно, все-таки, если обещать это как, давайте это вот, как аргумент такой, да, в плане вот руководителя какой-то компании строительной, что вот будя рабочий, будет все, или бригадир заводить. Слушайте, ну вот это основной аргумент, потому что, я вот, например, часто слышу, да, такое, что вот инструмент не дешевый, у нас его воруют. Мы проще купим дешевый, ну пусть воруют, как бы, бог с ним, мы купим там еще один, как бы. Основной аргумент, как правило, в отказе от миллоки, это цена, естественно, что не то, чтобы там, да, мы там сомневаемся в характеристике, а именно воруют. Ну да, не можем себе позволить второй раз загубить такой же дорогой, да. Ну, естественно, да. То есть здесь уже это как серьезный аргумент. А Бош, Макит, конечно, тоже в связи с куровом? Я не буду, как бы, вдаваться в подробности. Или уже есть? Мне кажется, Бош точно есть. У Боша есть, у Деволта. У Хилт есть? Нет. Фух, я не слышал. Я не слышал пока о таких системах. Может быть, они планируют, может что-то, ну, а я пока не слышу. А он, здесь инструмент будет такой, или это будет, ну, как... Отдельная линейка Ванки. Ванки это будет отдельная линейка машин. Буквое время, да, только? И 18-ой, да, пока? Ну, как правило, это премиальная линейка. Фьювел это премиальная линейка, она и будет комплектоваться. Я говорю, вот, насчет расширения линейки, я не могу сказать, в какую сторону это дверется. Сейчас это будет обкатываться, насколько это... Может, вообще не пойдет, придется церевнуть. Вряд ли это вообще не пойдет. Ну, так условно... Да, на самом деле очень много применений. Может быть, в каком-то направлении изменится именно путь вектор развития этой системы, да. Поэтому тут... Ну, все идет для того, чтобы проводов не указываться. Ну, да, мне сейчас уже, я говорю, с введением этой системы, мне сейчас уже начинают задавать вопросы, а человек-то вообще, ну, уже живут скоро. Да, может, он сам там пойдет по сверху. Нет, вот единственное, что нужно сделать, это... А вот я вот не очень понял, обороты выставляются, да. Первое, второе, по-любому нужно указать сначала, да? В шуруповерте, да. В шуруповерте все-таки это машинка, которая более механическая. Вот не очень я понял, там выставляются обороты, а вот здесь это не важно, как стоит, когда это будет. Ну, это же не обороты. В момент затяжки это муфта. Когда вы в этом режиме регулируете, тогда да. Как только вы... Субтитры сделал DimaTorzok